Этого предприимчивого нижнекамца обвиняют по статье мошенничества в особо крупном размере. Все началось два года назад. Его брат открыл некую фирму Агат. Потом директором стала мама. Но самим бизнесом занимался сам молодой человек. А именно закупал и перепродавал нефтепродукты. Вот только на скамье подсудимых он оказался за то, что у челябинской фирмы бизнесмен взял полтора миллиона рублей. Товар не отдал и благополучно исчез. Он сам действительно пояснил то, что у него имеются долги. И таким образом, как я понимаю, он решил похитить данные денежные средства. Свою вину подсудимый не признает. И поясняет суде, что у него не было умысла похищать денежные средства, и он собирался их вернуть. Просто тот человек, кому он был должен полтора миллиона рублей, стал требовать эти деньги у его дедушки. Вот поэтому обвиняемый и решил на время присвоить деньги челябинской фирмы. Страх находился перед дедушкой. Сейчас Нижнекамцу грозит до пяти лет лишения свободы. Однако в зале суда он заверил суд, что к пятнице продаст квартиру и вернет весь долг. Конкретики мы не видим. Если человек хочет отдать, он пытается сделать. На предыдущем заседании также было сказано, что у него есть деньги. Это он проговаривал. Даже какую-то часть. Он этого не сделал. Можно сейчас, конечно, ссылаться, что праздники, не праздники. Я прошу, чтобы суд был объективен и вынес правильное решение. Спасибо. К слову, очередное заседание суда назначили тоже на пятницу, на котором, скорее всего, вынесут приговор. Айгуль Липлонская, Ринат Харасов. Новости НТР.